Одно из неизменных блюд, которые готовились в моей семье традиционно на Рождество, это были коржи с маком. Если они готовились на святый вечер, на сочельник рождественский, то, естественно, их нужно было готовить в постном варианте. Но так как я хочу приготовить их все-таки на Рождество, уже когда поста не будет, и вообще, к сожалению, в этом году без поста, поэтому я их буду делать немножко такими скоромными. Поэтому мне понадобится пару ложек сметаны. Вообще-то можно взять один к одному, но так как сметана у меня густая, жирная, и один стакан теплой воды, щепотка соли. Все вот это сейчас перемешаю. И буду добавлять муку ровно столько, сколько возьмет у меня вот эта вот жидкость. Бабушка когда-то делала их только на воде, ну, щепотка соли, вода, и пекла их на плите. Большая плита в доме была, без сковородки, без масла, без ничего, раскатывала, и пекла на сухой плите. Я, естественно, буду их выпекать в духовке, но для этого мне нужно будет сначала замесить тесто, как я сказала. Итак, начинаю добавлять муку, и тесто нужно замесить той консистенции, чтобы получилось примерно, как на вареники, на пельмени, ну, такое не тугое, не сильно тугое. Тесто мягенькое. Сначала буду замешивать ложкой, а потом уже перейду к ручному такому замесу, чтобы хорошо вымесить тесто. Этому тесту, как любому другому, тоже нужно будет дать время, постоять, набраться сил, эмоций и впечатлений, прежде, чем начать его выпекать. Так, вот сейчас уже вот на этой стадии, я думаю, что мне можно будет добавить чуть-чуть еще муки, вот так, и перейти на ручной замес. Так, я чувствую, что муки еще мне нужно. Не сильно крутое, но и в то же самое время, чтобы тесто было удобно с ним работать, обрабатывать и приготовить вкусную еду. Я не знаю, традиционно вот эти, как раз, коржи с маком готовятся в нашей местности. Это Молдова, это Приднестровье. Я знаю, что в некоторых частях в Румынии информации мало, но почему именно это? Да, просто мука доступна. Мак раньше тоже всегда возделывали, рос в огородах. Это было такое зимнее лакомство, которое могли себе позволить люди сделать. Сюда еще добавлялось к маку, который нужно будет запарить и растереть, мед либо сахар, орехи грецкие. Ну и, как любое блюдо из пшеницы, из муки, оно имело такое еще и сакральное, символическое значение, потому что все-таки пшеница, то есть зерно, оно ежегодно оживает, поэтому является символом вечной жизни. Мед, сладость, да, это символ здоровья, счастье, благополучие. А мак, это звезды небесные и молодость. Если добавлялись орехи, то это богатство, а изюм, это любовь и Божие провидения. Вот как раз в этом блюде, и не только в этом блюде, а еще и в кутье рождественской, как раз вот эти все символы и зашифрованы. Так, чуть-чуть у меня тесто постоит, буквально пару минуток, и я еще сделаю еще один обмен, прежде чем оно будет дольше отдыхать. Хороший образовался у меня такой вот колобок, сейчас накрою пленочкой, и оставлю отдыхать минимум минут на 30. А пока буду заниматься остальными предрождественскими делами. Поверхность слегка припыливаю мукой, и вот так вот делаю обминку тесту. Оно отдохнуло, стало очень-очень эластичное, прямо мягкое, хорошее. Вот, и теперь я этот колобок должна поделить вот какое тесто, на равное количество таких более мелких колобков, так скажем, которые будет удобно раскатывать. Бабушка опять же учила, чтобы при разделке теста получалось четное количество колобков. Все, а сейчас делаю их вот так вот, скатываю, обрабатываю, чтобы не было вот здесь этих складочек. Я уже показывала много раз у себя на канале, каким образом, как меня научили это делать. Левой рукой я придерживаю и помогаю пальцами вот так вот подбирать тесто, а работаю в основном подушечкой большого пальца правой руки. Вот так вот. Скатываю, скатываю, скатываю к центру, к центру, к центру, и тогда получается такое ровное дно без всяких складочек. Ну, практически. И обрабатываю так все тесто. А вот этими пальчиками помогаю. Слегка волную. Вот у меня получилось 18 таких колобков. Нужно дать им какое-то время еще отдохнуть, потому что чем лучше тесто отдохнет, тем дольше оно будет стоять, тем потом будет лучше его обрабатывать и с ним работать. Ну, минут 10 пусть еще отдохнут. А пока я тем временем включу духовку, пусть она начнет разогреваться. Духовка греется, приготовила скалку, приготовила противень, застеленный бумагой, и, помолясь, с Божьей помощью, начнем сейчас делать эти коржи. Если они получились немножко один больше, другой меньше, конечно, надо было стараться одинаковыми. Но здесь не критично, потому что в конце концов эти коржи будут безбожно, господи, прости, такой праздник, нельзя так говорить, будут ломаться, ломаться руками. Поэтому форма их тут значения не имеет. на подпыленной поверхности сейчас буду стараться раскатывать как можно тоньше. Мне нравится, когда они тонкие, хрустящие, очень-очень вкусные. Добавляем. У меня настолько тонко раскатано, что видно структура рабочего стола, как можно тоньше стараюсь раскатать, вот до прозрачности, можно еще даже тоньше, вот рука моя видна, прочитывается мак, и теперь этот раскатанный пласт теста укладываю на противень и отправляю в духовку, они будут закисаться очень быстро, сейчас духовка нагреется и буквально там по несколько минут каждый будет, и еще имеют свойство эти коржи надуваться, такие пузыри пускать, поэтому я вот так вот вилочка их прокалываю и отправляю в духовку, пока выпекается первый корж, у меня есть время раскатать следующий, делаю это точно так же, как и предыдущий, стараясь очень-очень-очень тонко, и чем больше времени проходит, тем дольше тесто отдыхало, поэтому и катать его становится одно большое удовольствие. и вот он, готов первый, на его место отправляется следующий коржик, следующий пласт теста, если чуть поломалось, ничего страшного, потому что эти коржики потом перед подачей ломаются и заливаются маковой начинкой, вот насколько тоненькая получилась у меня, такой листочек прям, вот насколько у меня эти коржики тонкие-тонкие, практически прозрачные, вот такая огромная стопка получилась коржей, коржиков, они очень тонкие, они очень хрустящие, и сейчас осталось только для того, чтобы это блюдо было завершено, для того, чтобы это блюдо завершено было, нужно приготовить маковую начинку, вообще можно взять, конечно, готовую маковую, уже продается начинка, перетертую, но так как у меня мак целый, мне нужно будет его проварить, и затем, либо пропустить через мясорубку электрическую, либо, если в кофемолке, то тогда сухой надо сначала пропустить через кофемолку, а потом запарить кипятком, либо, как моя бабушка делала, у нее была глиняная такая, макитра называлась, глубокая такая тарелка, была деревянная палка, как типа такой толкушки, называлась макогон, и вот этот вот мак запаривался, и таким вот образом перетирался, я, наверное, скорее всего, буду это делать скалкой, для начала проварю некоторое время, а потом попытаюсь протереть вот скалкой, это другая история, а пока мне нужно мак, сначала его пересыпаю в кастрюльку, сейчас промою, и поставлю на огонь, проварю его, ну, минут 10-15, наверное, с маком такая история происходит, что он содержит определенные масла, поэтому, когда его долго хранишь, он становится таким прогорклым, поэтому мак лучше покупать свежий в магазине, все, я промыла, залила водой, и ставлю его на огонь, закипит, и минут 10 проварю, так, мак у меня практически вот разварился, теперь я буду брать по ложке, и вот так вот скалкой его перетирать, перемалывать, это, конечно, удовольствие еще то, поэтому, если есть блендер, либо перед тем, как его запарить, это можно сделать в кофемолке, либо в электрической мясорубке, делайте так, потому что вот это очень сложно, вот, а перетирать его нужно, пока зерна не потеряют свою структуру, и не появится вот белого такого цвета жидкость. Чтобы было перетирать, я немножко сахара сюда добавила, и продолжаю. Добавлю еще сюда сахар, сахар по вкусу, но вообще это должно быть сладко. Кипяченой воды, и начинка для коржей с маком будет готова. Ну, не разбила я до той степени, которая мне необходима, но думаю, что когда мак чувствуется, это тоже неплохо. Вот эта начинка пойдет у меня для кути, которую я замочила, и буду завтра варить на ночь, и для коржей с маком. Перед подачей эти коржики надо будет вот так вот порвать, поломать, и залить вот этой вот вкусной маковой начинкой. Сюда еще добавить можно грецкого ореха, изюма, и это будет очень вкусное, очень сытное рождественское блюдо. Как оно будет выглядеть на столе, я, наверное, покажу вам уже в другом видео. А пока желаю вам всем, чтобы ваш день был непременно добрым. Субтитры создавал DimaTorzok